Здесь у меня переключатель switch HDMI, то есть здесь приходит отведюхи, здесь идет на монитор и вот это у нас пойдет на девайс. Сейчас пока активен монитор, как видите, вот горит левый светодиод. Про этот переключатель, тугрин у меня был обзор больше года назад. Ранее я эксплуатировал здесь в этом слоту проектор, то есть подключал проектор, вот кабель остался. Периодически я так его и подключаю, просто решил сейчас попробовать еще вывести на телевизор по вот этому беспроводному HDMI-передатчику. Телевизор находится на кухне, компьютер стоит в комнате, то есть там достаточно приличное расстояние между ними. Хочу попробовать, удастся ли передать, потому что здесь передаваться будет по сути по 5 Гц диапазону в 1080p. Телевизор как раз 1080p, хоть самый дешманский, ну был куплен по принципу, чтобы хоть что-то показывал, картинка была более-менее нормальная, то есть не HD-шный хотя бы, а Full HD был, но матрица там, соответственно, такая себе попроще. Главное, чтобы показывал Full HD такой, скажем так, принцип. Вот, и вот, соответственно, подключено. Здесь просто питание с USB, 3.0 взято в данном случае, то оно идёт по комплектному кабелю. И здесь, соответственно, есть на нём только кнопка сопряжения. Сейчас будем тестировать, как сопрячь приёмник. Ну приёмник, соответственно, будет подключаться к телевизору, чисто по HDMI и также будет питание браться с USB-шника телевизора. Посмотрим, хватит ли токов и так далее. Передача разрешения у нас 1080p, пожалуйста, у нас передатчик показан, здесь, в принципе, ничего особого нет, кроме кнопки сопряжения, ну, кстати, вот на русском даже есть здесь, пожалуйста, сопряжение, сброс, HDMI-коннектор, питание, индикатор активности. Здесь, соответственно, на нашем приёмнике выходные порты HDMI и VGA. Далее получается здесь индикатор сопряжения 6-й, 4-й это аудиовыход миниджек, 5-й сброс, то есть там сбоку здесь 5-й и 6-й. Вот VGA, HDMI output, как я сказал, уже тоже питание, ну и, в принципе, всё. Сопряжение, как я понял, здесь должно быть автоматическое, то есть здесь просто по этому индикатору на передатчике всё должно автоматически происходить и, соответственно, на приёмнике то же самое будет отображаться. Ну, если вдруг что-то пойдёт не так, то у нас, соответственно, есть ручной режим, надо будет нажимать более 13 секунд reset, соответственно, на приёмнике. Вот он у нас выдаст на экран HDMI информацию, то что у нас сброс осуществлён и далее уже получается сбросить на нашем передатчике надо будет. Вот у нас здесь параметры. передача разрешения у нас 1080p при 60 герцах, кстати, важно. Частота у нас, надо посмотреть, насколько она сильно пересекается с каналами Wi-Fi 5 герцовыми. 24 бит 48 кГц до, причём здесь сказано, это у нас частота аудио, трансмиссионная дистанция 50 метров, но блокинг указан, то есть это, видимо, напрямую. У меня здесь через тонкую стену будет, всё-таки там она из блоков или из чего сделано, не знаю, то есть через неё будет проходить, ну, как раз 50 метров где-то здесь есть, не знаю, потянет или нет, будем сейчас проверять. Так, ну, здесь просто нельзя использовать обычные примечания, комплектность, пожалуйста, здесь показано. Вот. Ну, и здесь, кстати, сказано, что два года гарантии у нас лимитированы, это у Green. Здесь важно, потому что девайс достаточно дорогой, два года гарантии, как бы, для него лишними не будут. Ну, Green, в принципе, навстречу должны пойти, если вдруг что-то пойдёт не так. Здесь немножечко второй кабель мешает, но к нему здесь немножечко второй кабель мешает, но к нему не совершили потребление, просто у меня сейчас там с него видео кодируется. Где-то примерно 1 ватт, как видите, потребление. Это он сейчас, причём не сопряжённый, просто ожидает сопряжения. Ток всё равно потребляется. И вот теперь такая штука, хотя сейчас сигнал появился. Надо, походу, перезагружать. Сейчас компьютер занят. Подал на передатчик, всё наладилось. Картинка сейчас на телевизоре. Показывается фильм. Сейчас компьютер занят. Кодирует видео. Здесь, по идее, видюха должна декодировать, но тем не менее, могут быть тормоза ещё из-за того, что процессор сильно занят. Декодируете видюха. Здесь определилось всё автоматически за пару секунд. То есть на приёмник передатчик синхронизировались. Питание здесь подаётся с USB. Здесь USB 2.0, наверное, пол ампера, скорее всего, максимально. Единственное, только у меня сначала неплотно торчали кабель как HDMI, так и питание. Сначала питание не шло, потом HDMI не было сигнала. Переткнули, всё заработало, и вот расстояние. Здесь идём, идём, здесь стена. И вот только подходим к компьютеру. Вот он наш передатчик. Здесь, соответственно, кнопку переключил, чтобы шёл сигнал у нас сюда. Сейчас ещё, возможно, где-то 2 с копееками вата. У нас довольно-таки тёпленький, но не прям что горячий, но тёплый. Звук, кстати, отлично передаётся через HDMI, то есть никаких дополнительных мини-джеков подключать мне не надо было, не пришлось. Но единственное, мини-джеку нужен для того, чтобы подключить просто внешние колонки, чтобы не на телевизоре слушать звук, а через внешнюю какую-то аудиосистему. То есть вырубить звук на телевизоре, который приходит по HDMI, и начать слушать его уже непосредственно с того ЦАПа, который стоит в приёмнике. То есть он там весьма качественно должен быть, судя по характеристикам, которые у нас дал производитель. Вот. Потребление здесь весьма стабильное. Ну, приёмник, соответственно, там тоже чуть-чуть тёплый, но он ещё, по-моему, холоднее даже, чем передатчик, потому что там, по идее, такого, такой, скажем так, большой мощности не выделяется. Сейчас ещё, возможно, чуть попозже попробую сетку Wi-Fi нагрузить. У меня, правда, он там на дальнем канале, надо посмотреть, какие частоты, не будет ли каких-либо проблем. Ну, наверное, не должно, по идее, быть. Я её сейчас нагружу. Там у меня сейчас стоит в другом компьютере свисток, с ним примерно 150 Мбит где-то будет связь, он простенький, 5 ГГц. Вот можно тоже будет попробовать. Если по частотам будет какое-то совпадение, если нет, тогда смысла нет, в принципе, и так всё будет работать. Ну, в ряде случаев удобнее вот сразу. Соответственно, вот он телевизор. Больше 20 минут сейчас идёт, всё стабильно, в принципе. Фильм сам VH-265 закодирован. Вроде как видюха нормально всё-таки декодирует. Кстати, достаточно, ну, не горячий, но корпус полностью разогрелся, как-то на алюминиевый. То есть здесь, в принципе, расход довольно-таки, видимо, потребление высокое. То есть надо... Можно посмотреть, короче говоря. Так же с помощью измерителя. Сейчас тогда попробуем подключиться. Единственное, я не уверен, что я там вставлю. Вон, конечно, удлинитель USB взять. Сейчас посмотрю удлинитель. У меня был, по-моему, USB. Подключу его. Замерим, какое будет у нас потребление. Ну, по поводу здесь ещё минусов. То, что здесь нельзя, соответственно, стоп-паузы сделать. Да, потому что проигрывать у нас на удалённом там компьютере. Надо на нём, соответственно, тормозить. Вот. Ну, как вариант можно было с приставки. В принципе, это всё посмотреть, декодировать. Да, то есть с обычной... Те приставки на Android. С компа, допустим. Включившись с компук. Расшарив там какую-то папку, да. И так далее. То есть тоже могли быть варианты. То есть чтобы с торрент удобно закачать. Потом декодировать по сети. По той же по Wi-Fi. На скорости, в принципе, хватило бы. Ну, в ряде случаев удобнее вот сразу использовать HDMI. Вот этот удалённый. Какие-то могут быть презентации ещё, да. И так далее. Производиться. Чтобы, соответственно, удобнее было на большом экране. Там снова двух, допустим, экран транслировать. Вот. Есть также вариант, в принципе, со всякими RDP-шками. Но здесь задержки будут, по идее, меньше. То есть здесь намного интереснее должно быть. Вот. Пока, повторюсь, сбоев не было. Вот. Звук здесь у меня в моём белорусско-китайском телевизоре. Это так себе. Потому что он дешёвенький. Матрица тоже так себе. Ну, хотя бы 1080p. В целом, можно, конечно, колоночки отдельно подключить. То есть здесь бы не помешал. Просто здесь у меня особо некуда их ставить. То есть надо колхозить какую-то полочку, если под них. Вот. То есть пока, в принципе... Ну, точнее, не пока. А в целом и так хватит для кухни, скажем так. С хабом, то есть с телевизора питание. Питание приходит на хаб. Тоже угриновский. Переключаем мы причём. И здесь уже идёт на приёмник. Передатчик сейчас работает. Сейчас я включу телевизор, потому что USB только включается здесь. При подаче питания. Включился. О, питание пошло. При включении. Телевизор. Так. Вот, кстати, сразу можете посмотреть. Так. Пишут, что нет у нас сигнала. А. Ну, всё правильно. Это потому что сейчас сигнал не подаётся на вход там у меня. Сейчас я его переключу. Схожу. Так. Всё. Сигнал появился. Тут уже я затупил. Вот сразу переключить. Потребление. Да. Здесь потребление больше. То есть я здесь чувствовал, что здесь он сильнее разогревается. Ну, то есть корпус больше и нагрев примерно такой же. Даже несмотря на то, что корпус больше, как у... Если сравнивать с передатчиком, то есть приёмник здесь горячеват. Передатчик, к сожалению, разобрать у меня не получилось. Потому что там он, видимо, склеенный. По всей видимости, корпус у него. Я видела, как вы смотрели снимка. Напряжение низковатое. Ну, здесь мощность нас интересует. Всё равно там какой-то должен быть стабилизатор понижающий. Скорее всего, линейный где-то здесь спрятан в корпусе. А так всё стабильно. Принимается никаких, как бы, глюков. Ничего-то такого нету. Вот. Что здесь ещё, в принципе? В принципе, да всё, пожалуй. А, ну сейчас ещё я переключу питание. Посмотрим, как быстро он подтянется обратно. Так, питание выключено. Беру USB-шник. Так, этот хак вытаскиваем. Так. Вот, открыл я USB-шник. Питание пошло. И давайте смотреть, через сколько. Так. Угейн. Ага. Сейчас он, получается, пишет, что... Так. У нас проблемы с источником. Ещё раз перетыкаем питание. Ещё раз его ребутим, получается, таким образом. Так. Опять его заставка у Green. О! Сейчас пошло, появился звук. Версия Firmware ещё отобразилась. Так. Вот сейчас пошло. Пошли глюки. Прямо сильно тормозить. Но вроде сейчас раскачался. То есть, он, видимо, сначала буферизует, что ли, изначально. Посмотреть, конечно, если при этом стоять задержка, насколько велика. Но здесь не суть того. То есть, только если что-то показывать на экране, то смотреть. У меня на ноутбуке HDMI, не помню. По-моему, нет HDMI. На старом, древнем. То можно было бы сравнить задержку посмотреть при передаче. Только если с приставки или ещё откуда-то брать. Смотреть. Ну, я думаю, задержка небольшая здесь. Передаю тоже их через HDMI. Передаю тоже их через HDMI. С YouTube сграбленные, получается, чисто для теста. Ну, по крайней мере, вот сейчас затыков нет. Мышка, кстати, беспроводную мышку использую. Дешевенькую. Такую вот каньон. Еле-еле она здесь ловит. И то, если прислонить вот сюда, к стене. То есть, потому что там компьютер находится. Стена в дальнем углу. Ну, причём приём передатчик мышки вставлен в зад. Туда компьютер-системник. То есть, там поэтому сигнал ещё хуже принимает. Но, тем не менее, более-менее ещё на стене мышка работает. Здесь уже около экрана нет, около телевизора. Ну, вот сейчас какой-то небольшой был под тормоз. Сейчас ради интереса ещё поставим приставочку на Android. Cortex-A55. Там нормальный процессор. Была она у меня на обзоре ранее. И напрямую с неё попробуем сейчас Android проиграть. Те же самые видео. Так. Давайте-ка сейчас мотнёмся. Бывает, видимо, здесь такие, как я вижу, затыки. Так. Я вижу мышка. Так. Что-то у нас открылся Яндекс браузер. Натыкал её. Ладно. Сейчас поставим на паузу. Попробуем откнуться. Просто плохо мышка работает. Так. Следующее видео. Ну, здесь оно не такое динамично. Здесь просто играют роботы. Тоже снимали на какой-то дешёвый смартфон где-то в подвале в каком-то. Здесь просто изначально ещё само видео не очень плюс. После сжатия YouTube оно скачано. Плюс у меня телевизор не самый качественный. В плане матрицы. Здесь пока что каких-либо тормозов. Ну, вот что-то вроде иногда проявляется. Так. Так. Надо нащупать, где мышка сейчас поймает. Так. Опять я мышку пытаюсь найти, но не наблюдаю. Так. Окей. Сейчас опять ставим на паузу. Смотрим более динамичное видео. Так. Место динамичного попалось такое вот здесь. 4К замедленное. Вот так как воспроизводится на компьютере. Там GT 1030 видюха стоит видевская. Достаточно современная по меркам декодера. То есть он запросто декодирует эта видюха. 4К практически во всех форматах жрет. Парадно декодирует без вмешательства процессора центрального. То есть своим ГПУ кодирует. Взгружая тем самым проц. И то есть здесь каких-либо тормозов в воспроизведении быть не должно. Но здесь тем более еще плюс учитывая, что это на самом деле изначально был виден 4К на ютюбе. Но при скачивании через Safe From у нас стало на 720p. Потому что там вариант именно такой предлагается. То есть это один из вариантов того, что накодировал непосредственно YouTube. Так, ладно, смотрим следующий вид. Так, снимаю опять нашу штатную камеру. Единственное переключилось на 1080p, поэтому качество упадет. Но по кадрам скорее всего будет так же. В Open Camera не получилось заставить работать на 60 кадров при Full HD. То есть может быть просто здесь модуль камеры не поддерживает это, сложно сказать. Ну слушайте, сейчас вроде в принципе тормозов как таковых нету особых. Так, возможно если разговар entered в собирании, то берем вместе с vídeos. Субтитры сделал DimaTorzok Повторюсь, это достаточно жесткий тест на отдалении Так, вот у нас еще видео Здесь само качество видео не особо Плюс сейчас на 1080p я опять-таки снимаю На стандартную камеру Скорее всего картинка просто сжимается То есть то, что по HDMI входит, приходит на передатчик Он скорее всего тоже сжимает, укладывает в контейнер какой-то Я так предполагаю Типа H265 что-то такое И скорее всего вот это уже передает Ну, тормозов как таковых нету Так, включили приставочку С флешки сейчас декодируются Так, на 1.4К переходить похоже Здесь потому что Здесь правда изначальное качество не очень видео Потому что достаточно большой экран Видео 720p Сейчас перейдем на 4К Ну, в принципе, такие же здесь есть Небольшие подлагивания Это все-таки, видимо Уже сам видео, сам исходник Может быть телевизор Не знаю Так, сейчас включим про животных видео Посмотрим, как там будет Так, вот это видео у нас Какой-то сейчас встроенный плеер Правда, открыл его Ну, вроде нормально проигрывает Можно попробовать в МХ-плеере Но, походу, здесь Встроенный плеер аппаратно подхватил Смог аппаратно Точнее, воспроизвести его Средствами Сока нашего Видео-части То есть, видео-ускорителя сока Не средствами ядер А средствами ГПУ Ну, может быть, чуть плавнее Иногда там меньше каких-то подрагиваний Да, чем было по Беспроводному HDMI Скажем так По 5 ГГц Давайте до конца досмотрим Так бы, конечно, по идее Надо грабить Именно с HDMI Файл уже непосредственно Не с экрана Но такой возможности у меня нет Плюс грабера бывает Сами еще подтормаживают Смотря какой Ну, сейчас будет отрезок с водопадами Наверное, чуть похоже даже Посмотрим, как там будет Так, это не тот, по-моему, отрезок был Насколько я помню сюда подня Еще один должен быть Память на смартфоне не закончилась Когда-то в момент доберемся Так Здесь YouTube меня не покарает То, что я чужие видео использую Ну, вот здесь, по-моему, четче было Это на моменте с водопадом Давайте сейчас еще раз Мотнем Ну, вроде постабильнее чуть-чуть